13 января день российской печати. Профессиональный праздник отмечают и мурманские журналисты. Коллектив одного из самых популярных городских изданий газеты «Вечерний Мурманск» недавно отметил 26-летие. Издание развивается и меняется, подстраиваясь под интересы современного читателя. Также поступает и небольшая редакция старейшей областной газеты «Полярная правда», которую теперь стали печатать на бумаге лососевого цвета. О работе коллег наш следующий сюжет. С профессиональным праздником коллектив газеты «Вечерний Мурманск» сегодня поздравляют сотрудники Национальной гвардии. И теплые слова благодарности за совместную работу далеко не единственный подарок. А трудиться журналистам, полицейским, спасателям и даже военным очень часто приходится вместе. Управление Росгвардии по Мурманску области, я от себя лично поздравляю всех вас, ваш коллектив, с наступающим днем российской печати. И говорим вам большое спасибо за наше совместное тесное взаимодействие, освещение деятельности как подразделения Росгвардии и Мурманской области, так и всего ведомства на территории. Обозреватель «Вечерки» Екатерина Богданова – один из тех авторов газетных материалов, кто не боится выйти в поле. Перепечатывать сухие факты из пресс-релизов, сидя за компьютером, в теплом кабинете, по словам девушки, неинтересно. Любой пожар или городское происшествие – вот настоящий повод проявить творческие способности. Написать о впечатлениях и переживаниях очевидцев, эмоциях людей и пропустить их через себя, по ее мнению, очень важно. Например, чтобы создать объективный материал, Екатерина ездила на вызовы вместе с врачами скорой, как и положено в медицинской форме. Для любого человека, кто пошел работать в профессию журналиста, это неотъемлемая часть работы, когда приходится сталкиваться с очень разными людьми. И особенно если это связано с криминалом или какими-то происшествиями, то нужно быть готовым к тому, что люди не всегда будут готовы с тобой общаться, а иногда не просто будут готовы не общаться, а будут проявлять какую-то агрессию. Но просто к этому надо относиться спокойно и лишний раз не нарываться на неприятности. Любят главную городскую газету не только за репортажи, но и за конкурсы. Редакция давно бы отказалась от большей части такого интерактивного наполнения, но художественные и творческие таланты среди жителей Мурманска заваливают письмами. Многие новые памятники и арт-объекты, установленные в парках и скверах, созданы по рисункам читателей Вечерки, которых журналисты называют самыми отзывчивыми и добродушными. Наша прямая задача информировать общественность, ну как любая, любой газета. Но потрясают всегда люди, когда откликаются, когда собрать надо кому-то деньги, кому-то помочь. Вот буквально у нас перед Новым годом обратился мурманчанин, ну совершенно вроде как мелкой просьбой, пожилой человек, ему нужен радиоприемник, знаете, как раньше был, трехпрограммный. Вот он любит такой радиоприемник, их сейчас нет в продаже, его старенький приемник развалился. Ну вроде мелочь такая, совершенно, ну ерунда. Казалось бы, для человека, который и ограничен в передвижениях, для него это жизнь. И буквально, я не знаю, сколько дней прошло, ну буквально несколько дней, начали звонить на следующий день, и перед Новым годом наши сотрудники в костюмах Деда Мороза и Снегурочки подарили ему этот приемник, это очень приятно. Редакция старейшей в регионе газеты «Полярная правда», в отличие от вечернего Мурманска, состоит всего из двух человек. Издание «Первый номер», которого вышел в далеком 1920 году, сегодня печатается на бумаге немыслимого для советского времени буржуазного лососевого цвета. Материал специально покупают в Финляндии, а на свет газета рождается в одной из петербургских типографий. Проблемы на самом деле такие парадоксальные. Иногда в киоске люди требуют газету новую. Говорят, что вот эта газета старая, она уже на солнце полежала, она уже выцвела, дайте нам новую, пожалуйста. То есть не знаешь, что есть такого цвета бумага? Нет, это такой более, мне кажется, столичный формат. Деловой Петербург так выходит, ведомости, естественно, так выходят. Оттенок выбран не случайно, а чтобы привлечь внимание читателей, ведь это уже третья реинкарнация когда-то самого массового печатного органа на Кольском Севере. К слову, исторические материалы и даже репринты советских выпусков еще с 40-х годов прошлого столетия, наряду с вечными темами о здравоохранении или ЖКХ, одни из самых популярных среди современной аудитории издания. Что касается авторов, то все они внештатники, большинство профессиональные журналисты из других газет. Но у Полярки есть еще одна особенность. Мы сотрудничаем с кинопредприятием «Мурманск» и университетом «Магу» в факультетном журналистике. Мы отправляем наших студентов на премьеры, они ходят, смотрят и потом пишут рецензии. Что касается вечернего «Мурманска», то он совсем скоро тоже изменит внешний вид. Скорее всего, будет полностью выпускаться в цвете. Ну а Полярная правда с нового года начала оформлять подписку для постоянных читателей.